Когда начался пожар, пожарные не смогли приехать. Этого дома больше нет. Вот тут ворота сломаны. Когда-то там танки ездили. Евгения Сергеева показывает фотографии, сделанные ее соседями в Буче. 20 февраля она вместе с мужем и пятилетней дочерью Соломеей уехала в Будапешт, в запланированный короткий отпуск. Мы гуляли по Будапешту четыре дня, а потом жизнь как будто остановилась. Все это время я была волонтером в Будапеште. Мы остались там на два месяца, а потом переехали сюда, чтобы присоединиться к друзьям. Сегодня Евгения работает волонтером в центре «Мать Украина» в столице Болгарии – Софии. Председатель Союза украинских организаций в Болгарии Елена Коцева рассказывает, что большинство украинских беженцев в Болгарии сейчас из оккупированных регионов Украины. И у них больше ничего нет. Многие приезжают из Мариуполя, Мелитополя или Бердянска. Люди выбрались из оккупации и пережили тяжелую и долгую дорогу. В марте правительство Болгарии начало размещать временно перемещенных украинцев в гостиницах. Они также получили доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и социальным услугам. Социолог Огнян Минчев говорит, что несмотря на некоторые пророссийские настроения в Болгарии, большинство болгар откликнулись на нужды украинских беженцев. Большая часть беженцев – женщины и их дети. Если вы нормальный человек, то вам трудно испытывать агрессию по отношению к матерям с детьми. Болгары помогают центру «Мать Украина». Я благодарна нашим болгарам. Это и обычные люди, и компании, которые передают нам в дар вещи, приносят еду или деньги, или переводят деньги на наши счета. Мы отправили в Украину более 50 тонн гуманитарной помощи, большую часть которой пожертвовали болгары. Однако, по словам Коцевой, со временем помощи стало поступать меньше. Мы видим меньше пожертвований и помощи. Люди уже устали от войны. По данным ООН, к началу октября по меньшей мере 136 тысяч украинцев подали документы о предоставлении временной защиты в Болгарии. Ещё около 57 тысяч остаются в этой стране. Многие из них размещены в отелях в рамках программы, финансируемой правительством и Европейским Союзом, действие которой продлится до конца октября.